С 2018 года в системе пенсионного фонда произошел ряд изменений. Они касаются всех участников обязательного пенсионного страхования. Подробнее о них рассказали на пресс-конференции в отделении пенсионного фонда Чуваши. С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличились на 3,7%. Это выше уровня инфляции прошлого года. Раньше их индексировали только с февраля месяца, поэтому на выплаты понадобятся дополнительные средства. Как всегда мы называем сумму денег, которая направляется на повышение пенсии. В целом данное повышение оценивается в объеме затрат на 2018 год почти полтора миллиарда рублей. В среднем пенсии по старости неработающим пенсионерам повысили на 457 рублей. А средний размер выплат составил 12 900 рублей. Это почти в два раза выше прожиточного минимума. Всего 276 тысяч неработающих пенсионеров в Чуваши получили прибавку к пенсии. Еще одно новшество – возобновилась индексация выплаты пенсии после увольнения. В последние годы пенсию начинали выплачивать в полном размере спустя 3 месяца после ухода с работы. В 2018 году эта процедура тоже занимает 3 месяца, но они будут пенсионеру компенсированы. Сейчас после увольнения со следующего месяца выплата пенсии осуществляется с учетом всех индексов, которые при выплате не учитывались. С этого года в России появился новый вид пенсии. Эта социальная выплата предназначена детям, чьи родители неизвестны. Такое обычно происходит, когда детей подкидывают и нет никакой информации. Раньше они из-за несовершенства законодательства не могли получать пенсию по потере кормильца. Этим детям будет назначена пенсия в размере двух социальных пенсий. Это 10 034 рубля 57 копеек. Но надо заметить, эта пенсия будет выплачиваться до достижения 18 лет. Ранее вот такие дети вообще не получали пенсии, конечно, несправедливо. До 18 лет, если они поступят учиться, до 23 лет. Если таких детей усыновят в семьях, значит, выплаты данной пенсии прекращаются. Но это на общем основании. Также изменения коснулись и федеральной социальной доплаты. Ее увеличили неработающим пенсионерам до уровня регионального прожиточного минимума. Татьяна Трофимова, Татьяна Раевская, Расиль Мухаммедов, Республика.